Продолжение следует... 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 В настоящее время территория застраивается торговыми, офисными центрами, по левой стороне давно уже жилые кварталы, и ничто уже фактически не напоминает о тяжелых временах, кроме небольшой часовники, которая осталась справа от нас, в память о тех кто. Мы с вами едем по проспекту Столетия Владивостока. Он начал проектироваться и строиться в 1960 году, как раз в годовщину Столетия Владивостока. В 1962 году поднялись только фундаменты, в 1963, вторые и третьи этажи. С 1964 года дома под крышей, люди живут и продолжают жить и будут жить дальше. Это один из лучших районов нашего города, достаточно престижный, энергичный, трудовой. И отсюда, вперед и вниз, начинается спуск к нефтебазе на Первой речке. Нефтебаза сейчас принадлежит народной компании «Альянс», но исторически начинал ее один из первых жителей города, господин Лангалитье. Он прогорел немножечко на нефтеторговле и уже на грани разорения успел продать свою угасающую торговлю нефтепродуктами фирме «Нобель и сыновья». До 1926 года баги нефтебазы Первой речки справа от нас принадлежали фирме «Нобеля». Только в 1926 году были национализированы, ну, в ходе уже общей национализации по установлению здесь советской власти. Так что, если вы, госпожа Меркель, будете когда-то получать Нобелевскую премию, запомните, где Нобель заработал деньги на свои фонды. Дружите с Россией, в этом есть смысл. Мы въезжаем в Голубинную Падь. Когда-то, в первые годы существования Владивостока, в 1860-е годы, радио еще не было. И для связи с другими кораблями, населенными пунктами, поисками частями здесь, в Приморье, использовалась станция почтовой Голубиной связи. Почтовые Голуби сейчас, конечно, кажутся архаикой, а тогда выручали очень сильно. Голубь летит со скоростью 70 км в час и за день способен пролететь до 700 км. То есть, утром вылетев из Владивостока, к вечеру быть в Хабаровске. Что очень и очень выручало первых русских поселенцев и командиров воинских частей. Окончательно Тихоокеанский флот Советского Союза отказался от почтовых Голубей только в 1956 году. До того они используются активно в Первой мировой войне, в Великой Отечественной войне, в промежутке между ними и после этих войн. А сейчас мы свернем на главный элемент свадебного маршрута города Владивостока. Вам, госпожа Меркель, это должно быть и полезно, и приятно. Вот сюда, между студенческих общежитий, на сопку Орлиное днездо, возвышающееся над Золотым мостом, над фуникулером и над большей частью города, едут свадебные кортежи, автобусы, джипы. Едут свадебные процессии. Дорога, конечно, непростая, своими изгибами напоминающие перипетии семейной жизни. И состояние забора впереди подчеркивает, что это именно русские свадьбы, а нашим свадьбам места мало, в том числе и в поворотах. Но панорамная точка, Орлиное гнездо, стоит того, чтобы ехать сюда вот так рискованно, потому что панорама отсюда буквально сказочная. Вот мост. Это тот, который Бантовый, который строили? Конечно, да. Нет, ну, тот другой, он еще больше, через Босфор, Восточный. Это который на Устерпулске или нет? Нет, нет, это Золотой, это на Чуркино, который. Отсюда панорама на Золотой мост, на бухту Золотой Рог, на военные, размещенные за ней, на Русский остров и на Русский мост. Красиво, как красиво, а все как у себя. Может быть, ты улыбалась. Немножко камеры. Это все еще впереди, это дело будущего. Красиво. 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 Здорово, да? Туда мы можем сегодня успеть, или не успеть, но с этой точки видно хорошо. Поэтому там ключевая, видовая площадочка Вадивостока, отсюда наилучший вид. Ну и даже в сложную погоду отсюда достаточно хорошо, много интересного видно. И днем, и вечером. Красиво. Красиво. Тихо. Денис, пожалуйста. Она спасибо говорит, да? Что это за красивое? Какая девочка. Денис, пожалуйста. Денис, пожалуйста. Денис, пожалуйста. Денис, пожалуйста. Мы сворачиваем на Золотой мост. Денис, пожалуйста. И загадать при этом желание. Желание обязательно сбудется. За основу проекта этого тоннеля был взят проект одного из парижских тоннелей. Поэтому можете считать, что мы сейчас в Париже. Над нами Монмартр, Елисейские поля. Все красиво. Единственное, звук жестковат. Но как только мы выезжаем из тоннеля, собственно, на мост, звук сразу становится мягким, нежным, теплым. Потому что сейчас под колесами нашей машины шелестят 19 миллиардов рублей федерального бюджета Российской Федерации. И перед нами Золотой мост, который просили более 100 лет жители Владивостока, которые обещали все цари, генеральные секретари. И, наконец, в 2012 году Красавец мост сомкнулся. И мы получили уникальную возможность сокращать путь сразу из центра города на мыс Чуркино. Общая длина конструкции моста чуть более 2 километров. Вверх его опоры поднимаются на 230 метров. Ванда раскрашена в серебристый цвет. И в ясные солнечные дни, которые тоже бывают во Владивостоке. Издалека этот мост напоминает корабль с развернутыми парусами. Под нами сейчас бухта Золотой Рог. И мост несет часть ее названия. Он Золотой мост. Мост очень полезен для городского хозяйства, для транспортной схемы. С этой точки зрения он тоже золотой. Возвращаться мы будем с Русского острова по этому мосту. Он будет уже подсвечен. И вы увидите, что и подсветочка золотистая. Ну и по цене мы с вами говорили, мост тоже не серебряный. Поэтому мост золотой, как ни посмотри. Сразу слева за мостом свежепостроенный кубик, стеклянный фронтон театра оперы и балета. Владивосток всегда тянулся к русской культуре. И даже в царское время в 1911 году город собрал 10 тысяч рублей золотом. И на эти деньги выписал на неделю на кастроли во Владивосток Веру Федоровну Комиссаржевскую. Визит ее во Владивосток произвел фронт соизмеримый с визитом наследника цесаревича Николая в 1891 году. Мы спускаемся к бухте Малый Улисс. Это гавань первых подводных лодок Российской империи. Отсюда начинается весь подводный флот нашей страны. И в царское, и в советское время, и сейчас, даже сегодня, в этой бухте стоят корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота. Здесь на миноносах побывал еще в 1891 году Николай II, ну тогда цесаревич Николай, во время своего визита во Владивосток. С этой же бухточки начинался советский Тихоокеанский флот в 1932-1934 годах. И сейчас здесь стоят корабли, подводные лодки, которые охраняют побережье Приморья и служат надежной защитой от любого недоброжелателя. Нас уже встречают въезд на остров Русский, на мост. Зеленые фонари горят по обоим полосам. Скорость движения 60 км в час. То есть сегодня хорошая погода встречает вас, Владивосток хорошей погодой. И мы въезжаем на мост, который ведет нас на Русский остров. Мост так и называется. Русский мост. Общая его протяженность чуть больше 3 км. И он позволил нам вместо часовой полотанки на паромах за 2-3 минуты достигать острова Русский. Едем мы с вами на высоте 72 метра над уровнем моря. Справа как раз видны хорошо корабли и подводные лодки в бухте Улис. А влево уже есть моста. И обратите внимание, ванды здесь не серебристые, как на Золотом мосту, а бело-сине-красные, раскрашенные в цвета государственного флага Российской Федерации. Это очень справедливо, потому что этот мост не просто один из мостов Владивостока, а ворота России в Тихиаке. Аварийная подсветочка уже потихонечку включается, смеркается, но мы успеем сегодня сделать для вас еще много интересных кадров, показать вам много красивого и интересного. Пилоны моста поднимаются вверх на 324 метра. Это если брать пропорционально раз пирамиды Хеопса, два пирамиды Хеопса и девятиэтажный дом. Опоры полые. Внутри от фундамента и почти самую макушку идут лифты и по дальней, и по ближней опоры, и по правой, и по левой полосе. Они предназначены для технического обслуживания конструкции моста. Подсветка прожектора направлена вдоль вант, и даже в ночное время видны не просто ванты, виден цвет каждый. В этом отношении мост очень даже стал быстро одной из главных достопримечательностей Владивостока. Под нами пролив Посфор Восточный. Справа опоры линии электропередач и маяк на Кошке-Токаревского. А слева уже надвигается кампус Дальневосточного федерального университета. Интересно. Это как можно наблюдать на этот корпус? Вот если бы мы с той стороны проехали, по набережной, ну, в смысле, по нижней дороге. Ну, мы попробуем. Там, да, там. Официально сегодня выходной, а у меня документы под аптеку. Ну, постараемся уболтать. Мы с вами, госпожа Меркель. Едем по самой цивилизованной части русского острова. Видите, хорошее шоссе. Справа новенькая подстанция на 47 мегаватт в интересах и университета, и близлежащих поселков. Мини-ТЭЦ работает на Сахалинском газе. Для того, чтобы нормально работал университет, построили газопровод протяженностью более полутора тысяч километров. И сейчас вот эта часть острова работает, греется, светится, освещается именно Сахалинским газом. Пойдем, 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 пойдем. Смотри, какая-то сада Меркель. Меркель, возьми, смотри. Так? Да газовод, ты писяешь, ты на краю. Меркель, ну посмотри, что там. Смотри, какая-то сада. Океан. Вот, ноги. Провод. Надо, ноги. Пока, пока, делать улучшение. Вот здесь, прямо перед вами, из Вятлина. Это один из первооткрывателей нашего российского Дальнего Востока. Впоследствии сюда был встроен артиллерийский капонир. Он частично сохранился. И сейчас обозначает его историческую принадлежность этих территорий к России. Вправо и влево очень хорошая, чистая, прозрачная вода. Это излюбленное место отдыха горожан Владивостока. Дорога туда, конечно, сложная, но и на Вятлино, и чуть правее на Тобизино. Всегда жили множество диких животных, пока оно не стало уж таким серьезно посещаемым. И, в принципе, здесь хорошее место возобновить проживание диких животных и сделать здесь парк. Красивый пакет был бы. Да. И был бы очень хороший проект сделать здесь парк диких животных и для русского острова, для населения всего Владивостока, и для гостей нашего города. Тем более, что гостей становится все больше и больше, и есть смысл для них устроить, готовить, растить. Когда солнце здесь так красиво. Я когда-то езжал, я просто рот открыл. Здесь такая красотища. Как вариант, если вы, Меркель, будете подольше у нас, мы сделаем здесь отдельно для вас парк, будем приглашать вас почаще. И, возможно, здесь будет множество-множество ваших родственников. И вниз нам проехать вообще красиво. Но сегодня... Да, давай сейчас селфи. В том числе построен крупнейший в России океанариум. Он вот-вот на днях должен войти в строй. Мы увидим сейчас с тыльной части, он лицевой частью на море. Поэтому тут с материнговой части просматривается слабенько. Но это огромнейший комплекс. Сотни видов растительности и животного мира морского. Вообще, эта часть Тихого океана очень богата. На земле, в воздухе и под водой, вот сейчас в радиусе 10 километров, примерно 3,5 тысячи видов флоры и фауны. То есть это богатейшее место. Официально русский остров никогда не был заповедником. Но по факту, благодаря тому, что здесь была военная зона, охота и прочие виды деятельности запрещены. И, в общем-то, естественным образом получился как бы заповедник. Сейчас это все немножечко перепрофилируется под туризм, развитие и науку. И получается, картина очень даже серьезная, достойная даже Меркель. Городок Дальневосточного федерального университета строился с 2008 по 2012 год в ходе подготовки к саммиту АТС 2012 года. Мы сейчас проезжаем мимо учебных корпусов. Серебрисно-стальные впереди учебные корпуса. И студенты спускаются как раз к общежитию. Мы сейчас к нему подъедем. И дальше уже поедем на выезд через внутреннюю территорию университета. Это более 200 гектаров территории. Более порядка 600 тысяч квадратных метров жилых и служебных и учебных помещений. Работы были очень тяжелые. Если вы посмотрите впереди, вы увидите, что земли здесь фактически нет. 15-20 сантиметров грунта и скала по самую Австралию. Поэтому работы были дорогие, сложные, очень технически тяжелые. Тем не менее, к сроку все было готово. Здесь проходили главные события саммита. Вот сейчас слева от нас по повещению как раз саммита 2012 года. Здесь чуть дальше, вот серые здания, жили президенты и премьер-министры 26 государств. Слева оранжевая стенка спорткомплекса, то есть крытые бассейны, спортивные залы, тренажерные залы. Справа внизу футбольное поле с искусственным покрытием, теннисные корты. Вы видите, что гуляют студенты, преподаватели с семьями. Пешеходный вход свободен на территорию университета. Ну а въезд, естественно, попропускал. Ближайшие к нам корпуса в летнее время сдаются как гостиницы. Поэтому в следующий визит госпожа Меркель может остановиться на русском острове в одном из номеров федерального университета. В президентской номере. Ну вот как раз президентские номера и есть. Это все, что ступенечки, как раз это президентские номера. В летнее время здесь гораздо все симпатичнее. Справа искусственные водопады, пруды с фонтанами. Но сейчас по времени года, конечно, все это не работает. Но набережная для студентов 1300 метров, одетая в гранит. Песчаный пляж, отсыпанный. Все это купальный сезон работает и помогает студентам жить и учиться. Является эта набережная излюбленным местом отдыха и горожан Владивостока. У них и гостей города. У них сюда свободный доступ. Мы отправляемся в Дальневосточный федеральный университет. Непосредственно к главному корпусу. Показать мерки, где что происходило, что для чего делалось. Туда она прям заскакивает, как следовой. Насыщенная программа. Дальневосточный федеральный университет вобрал в себя четыре старых университета. Построены новые учебные и жилые корпуса. Учатся тысячи студентов со множества стран. Преподается более 600 специализаций. Построено около 600 тысяч квадратных метров жилых и учебных помещений. Отведено более 200 гектар. И университет продолжает развиваться. То, что было сделано в 2012 году, в САД, это только первый этап. Он доработан. И сейчас уже готовимся к реализации второго этапа. Развиваются медицинские корпуса, лабораторные, жилые. И, видимо, будут строиться еще общежития, потому что студенты все уже не помещаются здесь, на Русском острове. Эта комиссия расположена направо от главного хода. Побываем на одном из элементов Владивостокской крепости. И потом уже осмотрим центрально-историческую часть Владивостока. Вот здесь, госпожа Меркель, вы находитесь сейчас на Новосильцевской пушечной батарее. 1903 год. Проект Порт-Артурский. Пушки, ближайшие, возле которых вы стоите, это самое разрушительное оружие на планете. Это шестидюймовка Канэ, вариант крейсера Аврора. Залп из вот такой пушки возвестил Октябрьскую революцию. И дальше сами знаете, что было. Следующие четыре орудия стоят, как на крейсере Варяг. То есть копии сделаны как раз варяговских пушах. Перед вами строящийся океанариум. Мы только что там были. Вправо подсвечен уже Дальневосточный федеральный университет. Мы только что с вами были у главного корпуса. За спиной у вас мост на Русский остров. Мы с вами говорили, что 324 метра. Пилоны стоят, вот они у вас за спиной. Он уже подсвечен ночными огнями, но включена еще не полная. Иллюминация полную мы с вами увидим чуть позже. За нами огоньки переливаются. Прекрасный огоньочек, створный знак Владивостока. Он показывает вход в бухту Золотой Рог. И вправо поворот уже как раз в саму бухту. И потихонечку загораются огни вечернего Владивостока. Так что вы приехали в Владивосток в очень удачное время. Вы застали его и в светлое время. И в то же время с плавным переходом в вечерний Владивосток. Раскоррожда. И в последние два лета. Субтитры сделал Dinovay. П streamline. И в последние два лета. И в последние два лета. Продолжение следует. В последние два лета. Продолжение следует. Там будет. Горячка. Продолжение следует. Перед вами администрация Приморского края, здание администрации. Сейсмически самое устойчивое здание нашего города. Здесь работает губернатор, здесь сосредоточение власти нашего региона. Перед вами впереди площадь борцов за власть Советов на Дальнем Востоке. На этой площади 25 октября 1922 года закончилась гражданская война в России. Сюда вышли части народа религиозной армии, приморские и приамурские партизаны, Плюхер, Кубаревич. И на Тихом океане свой закончили поход. Все так и было на самом деле. Госпожа Меркель, наша экскурсия подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Скоро вы вернетесь в родное Подмосковье, но экскурсионное бюро крепости Владивостока и все жители города надеются, что вы опять посетите город. А возможно с вами будут и другие туристы, посетители. И всем понравится наш город, и мы будем рады вас встретить. До свидания.